Всем огромный привет! Это ОКЕЙ! Это город Екатеринбург, улица Шварца. Знаю-знаю, что ОКЕЙ не так популярен, как ИКЕЯ, но тем не менее тема текстиля интересна, поэтому давайте посмотрим, что предлагает наш ОКЕЙ, и давайте сравним, что в вашем ОКЕЙ, и вообще есть ли в вашем городе такой магазин или нет. Чистенько я сюда заглядываю, находится он у нас около дирижабля, кто Екатеринбуржец, заходите. Смотрим сейчас полотенца, ну и так далее. Кухонный вариант оливы, ну, маслина, рогожка 79, 99, размер 20 на 20, ну такие плотненькие, в принципе, как обычный кухонный вариант. А еще написано прихватка, прихватка, а, слушайте, прихватка нет. Нет, странно, да? Ну, так. Вот, смотрите, полотенце 45 на 60, вот это вот нормально, тоже такая же цена. Вот сама прихватка, вот это та же вся серия. Чего уж снялось. А наверху варежка 149,99, Гутен Морган серия. Есть такая серия и в Ашане. В Ашане неоднократно смотрели. Эти прихватки по 74 рубля, 74,40 копеек. Прихватка ягод и фрукты 49,90. Каждый магазин предлагает альтернативы. И есть всегда самые-самые такие дешевые варианты. Как правило, с краю висят. Ну, их видно и даже не ощущая, даже, думаю, через видеообзор вы увидите, какое качество. Интересные яркие фрукты 259, набор кухонный фартук, прихватка, рукавица, 100% хлопок. Они такие чем-то отправляют нас в детство, каким-то, не знаю, рисунком. То есть они не стильные, не современные. Но это, знаете ли, такая кухонная классика, которая пока что не умерла. Много тут и яблочки, то есть и фрукты, и прочие продукты. Кстати, Гутен Морган, вот фартов 329 рублей. Как раз-таки тут все на стиле. Бабушкино варенье 104 рубля. Вот это, кстати, просто и со вкусом, и в то же время картинки и ягодки здесь имеются. Двигаемся дальше, медленно, медленно. Нет, еще не скатерти. Я просто хочу себе скатерти выбрать сейчас, присматриваю. Последний раз брали вобби. Возможно, и в следующий раз будет вобби. Но, может, это интересно, найду в таких магазинах сетевых. Ну, продуктовые, которые. Полотенце кухонное 69 рублей, 38 на 62. Home Studio и серия Пашкент. Подсолнухи 304 тоже кухонные полотенца и прихватка. Шелкография, кстати, написана. И самоткань лен. Наверху 304 славянский текстиль. Тоже полный фарш. Такой вот внешний вид. Китчен Тау. Натюрморт 58 на 36. Home Studio. Клубничка. Слушайте, как звучит Home Studio. Клубничка. Надо такое в названии написать. Сразу же все мужчины посмотрят. 95 рублей. Арбузы. 48 на 62. Любимые фрукты. Это тоже такое вафельное кухонное полотенце. Внизу также можно все пощупать, пораскрывать, пооткрывать. Это фартушек. Тут фартук полотенца. А вот и скатерти. Итак, скатерть. Ряд ПВХ. 110 на 140. 179 рублей. Скатерть столовая. Размеры тут указаны. Everyday. Ну, в принципе, и расцветки. Тут все видно. Тут фрукты будут. Здесь просто орнамент такой. А здесь листья и цветы. Ну, вот интересно. Мне нравится, когда на кухне что-то типа такого. Внизу скатерти. А, это которые сверху. Мы сейчас посмотрим. Вот такие тяжелые виситые скатерти. Да, они наверху. Следующий ряд. 419 рублей. Скатерть. Велина. Преображение повседневности. Как правильно материал-то называть, чтобы объяснить, что это такое? Покрытие. First L позволяет легко удалять следы пятен. Стирка даже. Смотрите, все оттирается. Стоит чуть порезом. Плотный, да, гладкий край скатерти. Ископление с загрязнений. Скатерть на тканевой основе. Это все Россия. Что это вообще за ткань? Видимо, это вот это грубое покрытие First L покрывается. И ткань обычно превращается вот в такую вот грубую. То есть она реально такая грубоватая. Шуршит как бумага. Вот так. So-so за 419 рублей. Тут цветы, тут фрукты. Все такая же цена, такой же размер. И наверху 814 рублей. А крайняя даже 1119 рублей. Размеры 137 на 137. Крайне больше. Это ведь тяжелые, как виниловые такие. Скатерти. На большой стол. Всем знакомые. Орнаметр. Я думаю, вы даже понимаете по качеству, что это. А этот размер 137 на 183. Очень неугибаемый. Смотрите, посмотреть в Галамарте. Очень часто там, во-первых, цены более демократичны. И еще ниже, чем здесь. И бывают скидки неплохие. Переходим к мягкому. Это подушки. Хоум студию. Это все на стул. А-ля Икеа. Смотрите, закосы все. Мягкий вариант. Прошито. Даже Париж. Вино. Завязки к спинке стула с двух сторон. Цена 319 рублей. 309 рублей. Вариант уже потоньше. Они такое все пухленькое, мягонькое. Прошито. Расстрочено серединка. 40 на 40. Да, у них идет размер. Внизу 169 рублей. 37 на 37. Тут вообще решили не заворачиваться. Даже сантиметра украли. Просто прокладка и ткань сшита. Так же с двух сторон привязывается. 169 рублей на табурет. На табурет. Крепится с четырех сторон обычная резинка. Вот такая ткань. Она быстро изнашивается. Вначале катышки появляется. Потом рвется. 249 рублей. Цветущий сад. Подушка на стул. Цветет и пахнет. Форма как раз таки стула неровная. 37 на 40. 30 на 19 рублей. Морская тема. И все это мягкое тут. Наверху. Такая толщина. Подушка то, что надо. 109 рублей. Микрофибра синтепон. 40 на 40. Если бы не было картинки, я бы думала, что это продолжение на стул. Они предлагают расправить этот пакет вакуумный. И спать на ней. Славянский текстиль. 249 рублей. 28 процентов скидочка идет. Такая игрушка. Вот такая игрушка. Подушка игрушка для украшения. 38 на 38. Знак задиарок. Это как раз рак. Знак. В магазинах текстиля. Потом обязательно к посуде вернемся. Пледы. Такие пледы есть везде. В хом-студию. Очень мягкие. Плюшевые такие. Какой здесь? 150 на 200. 669 рублей. Коричневая клетка. И есть серая клетка. Покрывала Гутен Морган. 1000 рублей. Это вообще супер мягкость. Супер микрофибра. Очень такие уютные пледы, конечно. Также в Ашане. Это можно посмотреть, пощупать и сравнить, сколько там стоит. Плед структурный. Влади Валенсия. 1240. 140 на 200. Это как зимний шар. Тонко, но тепло. Кажется так. Хлопок 50. Плестер 30. Акрил 20. То есть акрил здесь 20. Это на шарстину. Вот такой вот. Ну, тоненький. И, кстати, такой достаточно мягкий. То есть не грубый. Покрывала Монолиза 1740. Стеганая Мелисса. 200 на 200. Евростандарт тоже 200 на 220. По-моему, значит, это не евро. И тоже стеганая. 1899 рублей. Плед флисовый. Мягкий, теплый, уютный. Действительно, эти три слова очень емкие для объяснения, что же такое флисовый плед. Но цена, мне кажется, здесь завышена для окея и для флисового пледа. Все дороги должны везти или в Ашан, или в Галамар, но явно не в окея. Слушайте, давайте, наверное, простыни посмотрим в следующий раз. Жду ваши комментарии, запросы и вопросы. Пока желаю всем приятного просмотра. До новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...